Как и обещала, я снимаю для вас продолжение того видео о том, что же нужно начинающему фоум-флористу. Это будет вторая часть и еще две части ожидают вас далее. Всем приятного просмотра, наслаждайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, буду всем очень рада. Чувствую себя кощеем, который чахнет над своим златом. Ну, шутки в сторону, приступим к важному вопросу для любого из нас. Значит, молды. Молды бывают точно так же разных форм, цветов, текстур. Что же стоит приобрести в первую очередь? В первую очередь нам нужны молды универсальные. Универсальным молдом является вот, например, вот такой. Это молд листа. То есть с помощью него можно изготовить большое количество различных листиков для разных цветов. Он является первостепенным, то есть он необходим. В принципе, без молдов листики тоже можно сделать, но с ними как-то интереснее. Такой молд я купила рублей за 100, наверное, или 90, ну не помню, порядка 100 рублей. Далее. Есть также двойные молды. Вот этот двойной молд мой любимый. Это молд листа розы. Купила я его на рынке. А, кстати, предыдущий молд я купила в магазине. Ну, стоил он порядка 160 рублей. Я думаю, он своих денег стоит. Кстати говоря, в интернет-магазинах тоже есть такие, только, по-моему, синего цвета. Ну, неважно, из какого цвета они. Главное, чтобы текстура была очень хорошо пропечатана. В общем, он очень хороший. Советую брать такой, если вы хотите делать красивые листики для роз. Далее. Что еще из листов у меня есть? Есть у меня вот такой вот молд. Если честно, я ожидала от него большего. Мне он, в принципе, пока особо не... Ни к селу, ни к городу. Потому что я его пару раз использовала. Мне листики не понравились. Я вернулась к старым молдам. Возможно, потом он мне понадобится. Я еще попробую из него сделать листики эвкалипта попозже. Или не эвкалипта, я уже не помню. Но не судим. Далее. Мне понравился очень вот такой вот молд листа. Он считается вроде как универсальным. Блин, но он такой офигенный. Такие красивые листики из него получились. Мне очень понравился. Также я его на рынке купила. Вот эти все белые молды я покупала у одного и того же продавца на рынке. У них они все белые. В общем, цены хорошие у них. Но, к сожалению, этот рынок только у нас в Ростове-на-Дону. В общем, молд мне понравился. Текстура у него очень хорошая. Нету здесь никаких песчинок, которые бы царапали фом. В общем, классный молд. Советую. И форма у него очень хорошая. И размер. То есть, если надо меньше, можно подрезать фомера. Вот этот молд я купила от жадности. Но я его, к сожалению, пока еще не опробовала. Но думаю, что он точно такой же очень хороший. Ну, почему он блестит, я не знаю. Тут кто-то блесток на него насыпал. Далее. По поводу вот такого молда. Если честно, мне он не понравился. Это молд листа пиона. В общем, говяненький молд на самом деле. Мне не понравился. Фомеран после него был весь в маленькую дырочку. Потому что он не такой качественный, как остальные. Ну, в общем, приглядывайтесь к тому, что покупаете. Из листов. Еще есть у меня вот такой молд листа малины. Очень хорошо на нем делать гортензию, кстати говоря. Потому что у него очень-очень миленький рисунок. И очень красивый. Кстати говоря, если приглядеться, можно увидеть, что он еще и ребристый. По бокам. Вот так. Далее. Из плохих молдов. Что мне не понравилось. Купила я опять-таки в Леонардо себе вот такой молд. Хотела я себе просто новый молд маленького листа розы. Это лист розы, кстати, да. Ну, в общем, нифига он не пропечатался. Как сказал один преподаватель по флористике из полимерной глины. Что большинство молдов, точнее все молды изначально были предназначены для флористики из полимерной глины. А потом уже были приспособлены к фомиарану. Возможно, что это больше для полимерной глины подходит. Но, в общем, для фомиарана не подошло. То есть почти что не отпечаталось ничего на фоме. Далее. Приступим к лепесткам. Значит, из плохого. Что мне не понравилось. Заказала я с одного тайского магазина вот такой вот молд. В общем, я думаю, что есть его аналоги, но получше, покачественнее. Если приглядеться, можно увидеть, что он весь побитый. Здесь у меня даже есть место, где были сколы. А, вот. Можно разглядеть эти сколы. Я там приклеивала кусочки обратно. Ну, в общем, с фомиараном этот молд поступил очень-очень неблагородно. Он его тупо расцарапал. Этот молд называется молд листа котлеи или же анимоны. Также он очень хорошо подходит для изготовления мака. Я на нем делала пока что анимону. И пыталась на нем делать гортензию. Ну, в принципе, анимона вышла хорошо. Гортензия я просто пробовала. Мне не особо подошло. Также есть еще молд листа котлеи. Вот такой вариант. Он более с мелкой текстурой. Но, вы знаете, вот этот лучше отпечатывается. Даже видно, сколько я на нем уже тут работала. Весь он в пастели. Вот этот мне так себе. Ну, он тоже подходит для мака, анимоны. Ну, далее. По поводу гортензии. Кстати говоря, есть вот такой вот маленький крохотулик. Очень напоминающий, кстати говоря, текстуру вот этой вот самой клубнички. Молд листа клубники и гортензии. Пожалуйста, смотрим. Похоже чем-то. В принципе, мне понравилось. Но, если у вас его нет, то ничего страшного. Вы это спокойно переживете. Гортензию некоторые вообще рисуют от руки. Далее. Из того, что я еще покупала, но мне не понравилось. Это вот это вот. Честно, даже не помню, что это было. Какой это был цветок. Ой. Ну, в общем. Вот этот молд считается универсальным. К какому цветку он относится, я не помню. Текстура, если честно, мне не понравилась, потому что она никакая. Ну, по крайней мере, у меня не получилось ничего с ней сделать. Ну, в общем, переживете. Далее. Захотела я себе серединок для ромашек. Ну, так я их и не использовала. Ну, наверное, они хорошие. Не знаю. Не пробовала. Но, судя по качеству, вполне себе неплохое. Покупала в Леонардо. Все фиолетовые молды у меня, это все из Леонардо. Вот это молды лепестков лилии. Ну, к сожалению, как-то у меня руки до них не дошли. Капали мне на мозг. Говорили, что сделайте лилию, сделайте лилию. Так я ее не сделала. Ну, в общем, когда-нибудь, может быть, руки у меня дойдут. А вот это вот чудо. Очень даже странное по форме. Но вот этот молд, это молд цветка орхидеи. Да, это орхидея. Ну, вот поскольку орхидеи разные по форме есть листики, лепестки, то и здесь также представлены разные по форме лепестки. На деле я их не опробовала. Но, судя по текстуре, я, честно говоря, сомневаюсь, что они будут достойно прорисовываться, эти текстуры. Но, в общем, когда-нибудь я его использую. Покупать его не надо. Также есть еще вот такие вот молды. Я думаю, что они более качественные, более интересно будут прорисовываться эти жилки на лепестках. Если вдруг вы хотите себе приобрести для орхидеи, берите лучше вот такие. Кстати говоря, вот эта вот текстура очень хорошо также для кортензии подойдет. Вот, в принципе, и все по молдам. Ну, про молды мы уже послушали, узнали. Далее у нас не менее интересная тема, такая как «Что?». А это мы узнаем далее.